Евразийская экономическая перспектива для того, чтобы привлечь представителей гражданского общества в процесс евразийской интеграции. Круглые столы в рамках форума с успехом прошли и в Минске, и в Казани, а также на двухсторонней основе в парламентах Киргизии и Армении. Наше заседание проходит в преддверии подписания договора о Евразийском экономическом союзе, намеченного на май этого года, и представляется чрезвычайно важным сегодня ознакомить широкую общественность с итогами и перспективами евразийской интеграции. Прежде всего, я хотел бы вам зачитать приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина как участникам Второго международного форума «Евразийская экономическая перспектива». Глава Российского государства в своем приветствии, в частности, отмечает следующее. В этом году предстоит решить ряд важных интеграционных задач. Прежде всего, завершить согласование договора о создании Евразийского экономического союза с тем, чтобы это новое объединение начало функционировать с 1 января 2015 года. Необходимо наращивать усилия по подключению к евразийской экономической интеграции новых участников Армении и Киргизии, продолжать переговоры по соглашениям о зонах свободной торговли с другими государствами и интеграционными структурами, продвигаясь по пути формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Президент Российской Федерации желает всем участникам форума плодотворной работы и всего самого доброго. Сразу после распада Советского Союза в условиях нарастающих социально-экономических процессов, социально-экономического кризиса, региональных конфликтов и попыток вновь образованных стран войти в мировую экономику поодиночке особую роль сыграла обоснованная 20 лет назад президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым евразийская идея. Она показала горизонты оптимального геополитического выбора стран-содружества независимых государств. Программное выступление Нурсултана Абишевича в Московском государственном университете в марте 1994 года положило начало теории и практике формирования Евразийского союза. Союза, основанного на принципах суверенитета, добровольности, равенства и экономической заинтересованности государства. За прошедшие годы идея евразийской интеграции получила широкое признание и воплотилась в таможенный союз и единое экономическое пространство Белоруссии, Казахстана и России. Стран, уверенно идущих сегодня к созданию Евразийского экономического союза. Этот уже накопленный опыт позволяет сделать некоторые выводы о будущем евразийском сотрудничестве. Первое. Стало очевидным, что разноуровневая и разноскоростная интеграция стран-содружества может и должна базироваться в первую очередь на их экономическом развитии. Практика Евразийского уже показала недостаточность интеграции лишь на основе политической готовности к сближению. Именно поэтому в 2010 году Белоруссии, Казахстаном и России в системе координат Евразийского было создано принципиально новое интеграционное объединение «Таможенный союз». А спустя два года началось формирование единого экономического пространства, то есть общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Второе. Политическая воля и реальные взаимные шаги к повышению уровня социально-экономического сотрудничества являются обязательным фактором дальнейшего развития интеграции. Интеграции через более широкое вовлечение общественных кругов и последовательное движение в этом направлении. В этой связи показательна ситуация на Украине. Страна, участвовавшая в 2003 и 2004 годах в формировании единого экономического пространства, отказалась в 2005 году от евразийского пути развития и, несмотря на очевидные социально-экономические потери, проводила под давлением Запада иную интеграционную экономическую политику. Отсутствие последовательности и консенсуса по этим вопросам осенью прошлого года стали одним из поводов к началу внутреннего конфликта, который, конечно же, разросся до просто глубочайшего политического кризиса, который сегодня раздирает страну. Причем с антиевразийским вектором развития Украины не согласна значительная часть населения этой страны и бизнеса. Третий вывод. Известно, что евразийский проект открыт для других стран, Содружества независимых государств. Однако прием новых членов должен происходить при одновременной как экономической, так и политической готовности. Именно поэтому в проектах дорожных карт для евразийской интеграции Армении и Киргизии предусмотрено выполнение целого комплекса соответствующих условий, в том числе правовых. Четвертое. В интеграционных процессах функциональное и институциональное развитие всегда тесно связаны друг с другом. Так, темпы формирования общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы во многом определяются эффективностью Евразийской экономической комиссии, Евразийского суда, а также сотрудничеством парламентов Беларуси, Казахстана и России по унификации и гармонизации их национальных законодательств в сфере экономики. Добавлю, что по мере готовности и на основе общего согласия парламентское измерение евразийской интеграции может в перспективе приобрести более развитые формы. Пятое. Интеграция дает взаимные плоды. Для наших стран она уже позволила в 2010-2012 годах обеспечить прирост валового внутреннего продукта, прирост на фоне его снижения в большинстве государств Европейского Союза. Причем наш рост взаимной торговли намного опережает рост внешней торговли. Вместе с тем, с 2013 года этот рост замедлился. Но дело здесь не только в кризисных явлениях мировой экономики. Мы во многом исчерпали резервы, заложенные в общем рынке товаров. К тому же возможности общего рынка услуг и капиталов задействованы пока в очень малой степени. Эффективной интеграцией могла бы способствовать и ликвидация сохраняющихся еще изъятий и ограничений. Шестое. Объединение наших стран не может носить узкоэкономический характер. Для повышения эффективности будущего Евразийского экономического союза важно расширить сферы взаимодействия за счет культурно-образовательного, информационного, научно-технического и экологического сотрудничества. А значит, важно сохранить в Евразийском экономическом союзе уже созданную профильную нормативно-правовую базу ЕвразЭС, а также учесть опыт союзного государства Белоруссии и России. Седьмой вывод. Сегодня все более очевидна востребованность вовлечения широких слоев общественности в процессы евразийской интеграции. Деятели культуры и ученые, представители деловых кругов и молодежи, гражданского общества в целом, становятся движущей силой евразийского строительства. В частности, этому уже способствует и наш с вами форум. Ранее я уже неоднократно подчеркивал, противопоставлять европейские и евразийские векторы интеграции нельзя. Ведь в исторической перспективе евразийская интеграция может стать составной частью евразийской, ибо сама Европа – это часть обширного евразийского континента. Поэтому наши страны изначально стремятся к гармонизации интеграционных процессов в европейском и евразийском союзах, созданию в будущем, как и предвидел президент Французской Республики генерал Шарль де Голь, общеевропейского пространства без разделительных линий от Лиссабона до Владивостока. Наконец, всякие, а тем более откровенные попытки помешать геополитическому выбору наших государств лишний раз свидетельствуют об уже достигнутом успехе таможенного союза и единого экономического пространства. В мире действительно формируется новый и серьезный геополитический игрок – Евразийский экономический союз, который в перспективе соединит переживающую в течение семи лет рецессию Западную Европу с быстро развивающимся азиатско-тихоокеанским регионом. Стремление власти ряда западных стран путем введения санкций помешать сотрудничеству Европейского союза с евразийским экономическим пространством не учитывает нашего уникального геополитического положения и лишь ускорит интеграцию с другими странами азиатско-тихоокеанского региона. Завершая выступление, еще раз подчеркну, практическое воплощение и мировое признание, обоснованное еще 20 лет назад евразийской идеей, обеспечит в будущем общеконтинентальный процесс евразийской экономической интеграции. В этом стратегически заинтересованы народы и Европы, и Азии. Уверен, что в самом ближайшем будущем евразийская интеграция станет одной из основ мировой архитектуры 21-го столетия. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотел бы предоставить слово Татьяне Дмитриевне Воловой. Татьяна Дмитриевна, пожалуйста. Татьяна Дмитриевна Воловая, член коллегии, министр евразийской экономической комиссии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне особенно приятно выступать в этой аудитории, наверное, по двум причинам. Первая причина. Сергей Евгеньевич уже справедливо напомнил нам о том, что именно 20 лет назад начался наш евразийский проект. Весной наш Султан Абишевич Назурбаев выступал именно в похожей аудитории в Москве. В аудитории научного сообщества именно к научному, экспертному сообществу он прежде всего адресовал свой посыл о создании Евразийского союза. И это, наверное, было не случайно. Если бы не экспертная поддержка, если бы не общественная поддержка, неизвестно, как бы еще сложились судьбы евразийской интеграции. Потому что именно вот эта поддержка широкая, она и дала тот результат, о котором мы сегодня говорим. Вторая причина. Потому что то, что мы делали последнее время, это договор о Евразийском экономическом союзе, скоро мы принесем на суд вам, парламентариям, потому что именно от вас будет во многом зависеть судьба евразийской интеграции. Мы долгие годы работали над новым договором, активно спорили, активно продолжаем спорить, но именно вам, парламентариям, предстоит, в общем-то, сделать очень серьезное решение, посмотреть на то, что у нас получилось, и я очень надеюсь поддержать проект нашего договора. Поэтому мне хотелось бы сначала сказать немножко о том, как мы оцениваем итоги евразийского процесса и почему нам кажется, то, что подготовлено, оно будет и дальше содействовать экономическому и социальному развитию наших народов. Во-первых, сейчас оценивая 20 лет евразийской интеграции, мы реально видим, что за все эти 20 лет действительная интеграция стала мощным драйвером экономического развития наших государств, и особенно это усилилось в последние годы с созданием таможенного союза и единого экономического пространства. Я хотела бы привести несколько таких вот цифровых статистических примеров. Мы знаем, это уже достаточно широкие цифры, что за последние три года объем нашей взаимной торговли удвоился. Мы знаем, что состав, структура нашей взаимной торговли существенно лучше, чем структура торговли с третьими странами. Достаточно сказать, что в структуре торговли с третьими странами энергоносители занимают где-то около 80%, а в нашей взаимной торговле на их долю приходится сейчас только одна треть, поскольку их доля существенная по России, по Казахстану, которые всегда традиционно в значительной степени обеспечивали наш общий рынок энергоносителями, тоже увеличивается существенно доля обрабатывающей промышленности. Но есть и некоторые более технические вещи, которые очень, мне кажется, интересны в этой экспертной аудитории. Например, мы проанализировали за последние годы такой показатель, которым всегда пользуются европейцы, это показатель внутриотраслевой торговли. По сути дела, это тот показатель, который отражает степень производственной кооперации, степень интеграции. Европейцы всегда его использовали для оценки того, как идут интеграционные проекты. И вот что совершенно показательно. Начиная с 1994 года, этот показатель, к сожалению, традиционно падал между нашими тремя государствами, Россией, Белоруссией и Казахстаном. Но с 2010 года он существенно стал нарастать. Именно в 2010 году наметился, я так думаю, уже совершенно четкий тренд поступательного развития нашего интеграционного объединения. При этом, что тоже очень интересно, Сергей Евгеньевич говорил о той непростой ситуации, которая существует сейчас на Украине. Украина всегда была очень прочно экономически связана со всеми государствами Евразийского Союза. И достаточно сказать, что в 2010 году показатель вот этой внутриотраслевой кооперации тройки с Украиной был даже выше, чем показатель нашей собственной внутриотраслевой кооперации. Настолько тесно экономики России, Белоруссии и Казахстана были связаны с экономикой Украины. Но после того, как был создан таможенный союз, единое экономическое пространство, Украина сделала иное экономическое решение. Вне зависимости от политической конъюнктуры бизнес сказал свое слово. И у нас сейчас наша внутриотраслевая торговля с Украиной, к сожалению, падает, зато в рамках тройки существенно растет. Вот конкретный результат нашего интеграционного проекта. Можно приводить большое количество цифр по конкретным проектам. Это, наверное, тоже очень важно для многих, кому предстоит в парламентах государств, спорить о том, что дает интеграция каждому из наших государств. Возьмем, например, Белоруссию. В Белоруссии долгие годы ставило вопрос о том, что сложно выходить в Белоруссии на рынок братского Казахстана. Высокие железнодорожные тарифы, расстояние не позволяют поставлять продукцию, которая могла бы пользоваться спросом. И что мы наблюдаем сейчас? За период таможенного союза поставки продукции легкой промышленности и по обуви, и по одежде возросли в 5-10 раз. Вот просто за счет того, что это стало единое экономическое пространство. Зеркальный пример. Казахстан. Тоже долгие годы Республика Казахстан говорила о том, что она не может выйти со своим зерном, допустим, на рынок Белоруссии. Опять те же самые железнодорожные тарифы. Поставки казахстанского зерна впервые пошли в Беларусь в период таможенного союза. На российский рынок поставки муки в прошлом году увеличились в 10 раз, по зерну, по пшенице в 3 раза. И таких показателей очень много. В наших странах во многих начинаются крупные инвестиционные проекты. Возьмем тот же самый Казахстан. Благодаря таможенному союзу практически с нуля, как говорят наши казахстанские бизнес-коллеги, создана новая отрасль промышленности автомобилестроения, которая в прошлом году уже нарастила производство автомобилей на 70%, а в ближайшие 5 лет произведет, очевидно, до 200 тысяч автомобилей. Это уже очень серьезные цифры. И, конечно, значительная часть будет реализовываться на нашем общем рынке таможенного союза. Я привожу все эти конкретные примеры для того, чтобы показать, что действительно вот эти уже все точки экономического роста реально есть в нашем общем едином экономическом пространстве. Но мы абсолютно должны отдавать себе отчет, что то, что мы имеем сейчас, мы в полной мере не можем назвать не только экономическим союзом, но даже и единым экономическим пространством. Оно у нас до сих пор функционирует с большим количеством изъятий ограничений. И не случайно наши президенты поставили задачу обеспечить, чтобы в будущем Евразийском экономическом союзе наше единое экономическое пространство функционировало, как правило, без изъятия ограничений. Мы также провели оценку роли этих изъятий ограничений на нашу взаимную торговлю. И мы пришли к выводу, что роль этих изъятий ограничений, с одной стороны, очень существенна, потому что они равнозначны таможенным барьером от 25 до 75%. Это очень существенное изъятие. И сейчас по ходу подготовки договора значительную часть из этих изъятий мы устраняем. Конечно, остаются многие вещи, которые нам предстоит сделать по пути реализации союза. Именно поэтому сейчас, подготавливая документ, мы совершенно откровенно ведем очень сложные дискуссии по таким чувствительным сферам нашей экономики, как и общий рынок нефти, общий рынок газа, общий рынок электроэнергии, доступность транспортных услуг, многие другие сферы, оборот алкогольной продукции, табачной продукции, то есть те сферы, на которые пока у нас нет единого рынка, нет единых правил регулирования этих рынков. И сейчас мы уже очень близки к тому, чтобы в проекте нашего договора заложить концептуальные подходы, как, когда, на каких принципах мы это будем создавать. Совсем недавно мы провели встречу на уровне премьеров наших трех государств, и практически все сложные вопросы, рядом точечных исключений, на этом уровне были согласованы. Мы абсолютно уверены, что на саммите президентов 29 апреля мы сможем снять последние разногласия и договор, и его функциональную часть, и институциональную, внести на ваше рассмотрение, уважаемые руководители парламентов. И мы очень надеемся, что он получит вашу поддержку. Но, конечно, вот этот процесс углубления интеграции, он идет рука об руку и с процессом расширения интеграции. И мы рассматриваем тот интерес, который к евразийскому проекту проявляют наши партнеры, в том числе партнеры по Евразес, Киргизия, Армения, как определенный знак качества нашего интеграционного объединения, потому что наши партнеры видят экономическую привлекательность этого проекта. И я хотела бы сказать, что переговоры с Арменией, с Киргизией, я возглавляю наши рабочие группы, идут, на мой взгляд, очень успешно. С Арменией мы совсем недавно, в начале апреля в Ереване, провели заседание рабочей группы, где мы констатировали, что практически все элементы, пункты дорожной карты, которые надо было к этому моменту выполнить, выполнены. Мы начали работу с нашими коллегами по подготовке проекта договора о присоединении Республики Армения к Таможенному союзу и единому экономическому пространству. Мы считаем, что Армения уже практически готова к тому, чтобы стать участником нашего евразийского проекта, и мы очень рады будем приветствовать Армению в составе участников евразийского проекта, потому что мы очень рассчитываем на ее существенный экономический вклад в наш проект. Достаточно сказать, что Армения по рейтингам и Всемирного банка, и многих других организаций практически всегда стоит выше Государства Таможенного союза. И это будет означать, что тот принцип, который заложен в основе нашего евразийского экономического проекта, конкуренция юрисдикций, возможность нашего бизнеса выбирать ту сферу юрисдикции, где ему эффективнее и комфортнее работать, с приходом Армении только усилится. Столь же неплохо у нас идут переговоры и с Киргизией. Мы очень близки к завершению вопроса по согласованию дорожной карты. Мы также в начале апреля провели в Бишкеке очередное заседание рабочей группы. Мы сняли очень много, как мне кажется, чувствительных для киргизской стороны вопросов. Конечно, нам очень много предстоит еще поработать. Мои киргизские коллеги по правительству говорят, что они с этой дорожной картой обязательно еще до того, как они ее будут одобрять на уровне правительства, пойдут в парламент для того, чтобы посоветоваться с парламентарием. И мне тоже очень хотелось бы заручиться поддержкой наших киргизских коллег, чтобы они поддержали проект этой дорожной карты, поскольку действительно это очень хороший и, на мой взгляд, очень взвешенный документ. Наконец, то, о чем тоже в своем выступлении говорил Сергей Евгеньевич, как позиционируем мы свой Евразийский экономический союз в будущем меняющемся экономическом мире 21 века. Конечно, мы не говорим ни в коем случае о том, что Евразийский экономический союз – это некое замкнутое образование. Конечно, иногда наши партнеры на Западе и в других странах на эту тему как бы активно обсуждают. Я всегда на этот счет говорю очень просто. Когда создавалось европейское экономическое пространство, когда создавался Европейский союз, тоже в мире шла очень бурная дискуссия, не появится ли в мире крепость Европы, которая изолирует себя от другого мира. Мы результат знаем. Крепости Европы не появилось. Появился Европейский союз, который выстраивает отношения с другими партнерами по миру. Мы точно так же исходим из того, что Евразийский экономический союз – это не антитеза Европейскому союзу. Это один из новых центров новой геоэкономической архитектуры 21 века, который на равных будет выстраивать отношения и с Азиатским Тихоокеанским регионом, и с Европейским союзом, и с другими нашими партнерами. Тот факт, что более 30 государств уже сейчас заявило о том, что они хотели бы вести переговоры о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, это подтверждает. В последние дни мы приняли очень важное решение. Вы знаете, что мы уже начали переговоры из зоны свободной торговли Европы, Европейской ассоциации свободной торговли, с Новой Зеландией, с Вьетнамом ведем переговоры. Мы создали рабочую группу совместную с Израилем. Совсем недавно было принято решение на уровне вице-премьера, что мы будем рекомендовать нашим руководителям создать по предложению Индии и группу по изучению в перспективе возможности создания зоны свободной торговли и с Индией. Вот такой вот широкий глобальный трек, мне кажется, как раз и подтверждает то, что евразийская идея уже действительно овладевает, как говорится, умами. И завершить свое выступление я хотела бы фразой, которую в свое время сказал Наполеон. Уже потеряв свою власть, он сказал, что он сделал одну ошибку. Он хотел покорить Европу и объединить ее силой. Он сказал, что ушло это время. Европу можно объединить только идеи. И такая идея в Европе родилась, европейская идея. В нашей Евразии тоже есть такая идея, евразийская идея равноправного экономического сотрудничества. И именно эта идея может объединить Евразию вместе с Европой. Спасибо. Татьяна Дмитриевна, спасибо большое. Не уходите, я вам один вопрос задам. Мы все понимаем необходимость последовательно проходить разные стадии интеграции. Вот сейчас мы вплотную приблизились к общему рынку товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Все-таки заглядывая на несколько лет вперед, может быть, даже на 10 лет вперед, как вы видите перспективы создания валютного союза в рамках евразийской интеграции? Я здесь хочу сказать, что я, к сожалению, специалист именно по валютной интеграции. И мою докторскую диссертацию защищала в стенах финансовой академии, правда, не в Петербурге, а в Москве, как раз на тему валютного союза Европы. Вы пугаетесь, что сейчас займете время всего предварительного заседания, отвечая на мой короткий. Нет, поэтому я хочу сказать, что я к этой идее отношусь очень прагматически. Я думаю, что эта идея абсолютно правильная, но для того, чтобы нам самим принимать такое решение, идти по этому пути, нам надо сделать две простые вещи. Сначала нам надо создать действительно единый рынок товаров и полноценный экономический союз, включая многие вещи, которые европейцы делают сейчас, уже после того, как они ввели единую валюту, а не до того. Потому что именно только изучив опыт Европы, все их ошибки, мы сможем не наступить на эти грабли, которые они в определенной степени наступили, а создать нечто прочное и закономерное. Поэтому я думаю, что это очень позитивная идея, но к ней надо относиться как к венцу интеграции, а не как к какой-то вот такой политической задаче, ради которой мы что-то будем делать. Мне кажется, для того, чтобы в будущем говорить о единой валюте, нам надо сейчас действительно очень серьезно создать реальный экономический союз без изъятия ограничений и действительно, наверное, доказать всему нашему, как говорится, и экспертному сообществу, и бизнесу, что эта валюта нужна. Европейцы говорили очень простую вещь – нет единого рынка без единой валюты. Нам нужен этот единый рынок, и тогда появится потребность в единой валюте. Татьяна Митлановна, спасибо. Приглашаю к микрофону моего коллегу, председателя Мажелиса парламента Казахстана, Кубибулу Кабеновича Дакупова. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума. Прежде всего, позвольте выразить слова признательности организаторам за возможность встретиться в такой теплой обстановке в стенах Санкт-Петербургского государственного экономического университета и поблагодарить за приглашение выступить на данном форуме. Сегодняшний форум проходит в знаменательный год. Совсем недавно идея Евразийского союза, модельный проект, который был впервые предложен президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым Московскому государственному университету, ровно 20 лет. Она была озвучена в марте 1994 года. За эти годы идея президента Казахстана оформилась конкретной результатой Евразии и Таможенный союз, единое экономическое пространство. Являются элементами реализации идей евразийской интеграции. Однако нельзя назвать этот путь простым. Было много препятствий и трудностей, но была и политическая воля президентов наших стран, которые видели, что альтернативы экономической интеграции нет. И сейчас можно с полной уверенностью сказать, что само время доказало верность этого пути. Уважаемые коллеги, в современном мире интеграция становится одним из основных экономических трендов. При создании совместно с Россией и Белоруссией, Таможенного союза, и единого экономического пространства мы исходили из того, что объединив наши ресурсы и возможности, мы станем гораздо более конкурентоспособным в этом глобальном мире. Президент Казахстана отметил, что главное, мы имеем общее стремление интегрироваться и единое мнение, что интеграция должна быть выгодна всем участникам. Единое экономическое пространство. Сегодня это колоссальный рынок с огромным числом потребителей. Это значительные возможности для промышленной кооперации, реализации инвестиционных проектов, инновационного развития. Благодаря началу работы Таможенного союза и единого экономического пространства за последние 4 года объем взаимной торговли в тройке Казахстан-Беларусь-Россия почти удвоился и превысил в 2013 году 64 миллиарда долларов. В Казахстане реализуется и планируется реализация более 50 крупных казахстанско-российских проектов на общую сумму около 6 миллиардов долларов. Представители малого и среднего бизнеса наших стран ведут свою деятельность на территории Таможенного союза. В Казахстане количество казахстанско-российских предприятий уже превысило порядка 5 тысяч. Развитие кооперации выходит за рамки не только промышленных отраслей. Огромный потенциал имеется в электроэнергетике, сельском хозяйстве, развитие транзитных возможностей. Совершенно новые горизонты открывают сотрудничество в области науки. По расчетам экспортов, совокупный интеграционный эффект до 2030 года может составить 25% дополнительного прироста ВВП для каждой из стран Таможенного союза. В сумме это составляет более 600 миллиардов долларов США. Чтобы реализовать весь этот огромный потенциал, нужны согласованные синхронные усилия правительств, деловых кругов, отраслей и местных органов власти. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть вклад парламентов наших стран в укрепление экономической интеграции. Более 70 законов, касающихся развития Таможенного союза, единого экономического пространства, приняло парламент Республики Казахстан. И работа в этом направлении продолжается. Таким образом, на сегодняшний день практические результаты функционирования Таможенного союза и единого экономического пространства создают основу для переходов к новому качеству экономической интеграции государств-участников. Уважаемые участники конференции! Рассуждая об интеграции на евразийском пространстве, важно четко понимать ее основополагающие принципы. Очевидно, что в ее основе должны быть понятны всем принципы, а именно, первое, экономический прагматизм, второе, уважение суверенитета и независимости наших стран, третье, добровольность интеграции, четвертое, равенство и равноправие при принятии всех решений, и, наконец, пятое, эволюционность развития, открытость евразийского пространства. Считаем, что экономическая эффективность Евразийского экономического союза будет напрямую зависеть с соблюдением основополагающих принципов и согласованных механизмов, заложенных в идее евразийской интеграции. Также хотел бы отметить, что евразийские интеграции не направлены против каких-либо стран или других объединений и интересов. Мы создаем экономический союз, чтобы максимально успешно сотрудничать с глобальным миром. Мы создаем экономический союз, чтобы быть открытым для диалога и взаимодействия на мировом уровне. Именно поэтому сегодня интерес к евразийскому интеграционному процессу в мире, в регионе повышается. При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что работа по созданию Евразийского экономического союза Казахстана, России, Белоруссии видится в духе дружбы, доверия и стратегического партнерства, проверенного временем и ориентированной на 21 век. Дамы и господа, в Казахстане реализуется стратегия «Казахстан-2050», в котором определены ключевые некоторые, которые долгосрочного развития страны до 2050 года. Главной целью является вхождение республики в 30-х развитых стран мира. Подобные программы, мы знаем, есть и у наших партнеров по интеграции. И мы уверены, что углубление интеграции нашей экономики в региональную экономическую систему, в частности, участие в формировании Евразийского экономического союза, будет способствовать достижению этой цели. Евразийская интеграция – это наше стратегическое преимущество. Мы будем продолжать двигаться к этой общей цели. Мы связываем экономический рост Казахстана с дальнейшим укреплением евразийской интеграции. На сегодняшний день мы вплотную приблизились к созданию Евразийского экономического союза. Огромная работа проведена сторонами участницами по обеспечению кодификации международных договоров, составляющих договорную правовую основу Таможного союза и единого экономического пространства. На недавнем встрече глав Казахстана, России и Белоруссии вновь подтвердили свою решимость и к дальнейшей последовательной работе по созданию Евразийского экономического союза к 2015 году. Таким образом, 2014 год становится очень важным с точки зрения реализации Евразийского интеграционного проекта. Евразийский экономический союз – это интеграционный мегапроект, рассчитанный на долгосрочную перспективу. И наша цель состоит в трансформации нашего регионального объединения в один из значимых субъектов глобальной экономики. Сегодня идет формирование многополярного мира, происходят изменения в системе мировой политики, экономики, и мы уверены, что евразийская интеграция станет одним из успешных примеров сбалансированного, взаимовыгодного, открытого и безопасного сотрудничества в 21 веке. Уважаемые участники конференции, наши народы многое связывают, общая история, культурные связи, экономические взаимодействия, составляют прочный фундамент для дальнейших экономических интеграций. И главная цель интеграции заключается в том, чтобы обеспечить граждан наших стран возможностью общаться, дружить, поддерживать человеческие отношения. Лев Николаевич Гумилев отметил, что евразийский идеал прост и конструктивен. Отношения между народами нужно строить на мире и согласии. Они союзники и опора будущего совместного прогресса. Уверен, что интеграция будет способствовать в дальнейшем укреплению дружбы и добрососедства на евразийском пространстве. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Кабибулла Кабенович. Попрошу выступить Анатолия Николаевича Рубинова, председателя Совета Национального собрания Республики Беларусь. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники форума, для меня большая честь выступать сегодня здесь, в стенах Санкт-Петербургского государственного экономического университета, перед такой представительной аудиторией. Этот форум, международный форум «Евразийская экономическая перспектива», несмотря на непродолжительную историю своего существования, я думаю, вы согласитесь со мной, уже зарекомендовал себя как весьма эффективная площадка для конструктивных дискуссий по вопросам экономической интеграции на евразийском пространстве. Мы можем здесь говорить открыто о любых проблемах, с которыми приходится сталкиваться на пути интеграции, обсуждать пути их решения, предлагать новые идеи, все, что способствует дальнейшему углублению сотрудничества наших стран. И не будет преувеличения сказать, что мы сегодня, вот благодаря предшествующему периоду работы, находимся на пороге знаменательного исторического события для всего евразийского пространства, на пороге создания Евразийского экономического союза. Сегодня идея экономической интеграции обретает плоть и кровь. И мы все помним, здесь уже упоминали о том, как эта идея родилась, она родилась давно, и предложил ее Нурсултан Абишевич Назарбаев, выдающийся политический деятель современности, я бы так сказал. И идея оказалась очень плодотворной, но тем не менее она не сразу была встречена всеми, и понята всеми, и сколько было скептицизма. И вот все-таки Белоруссия, Казахстан, Россия, взяв на себя риск, какой-то высочайшую ответственность, своим примером продемонстрировали достоинство интеграционного пути развития наших государств. Образно говоря, как бы ледоколом прошли через море скептицизма и вышли, в конечном счете, уже на создании, мы буквально на пороге находимся, вот интеграционной структуры весьма высокого уровня Евразийского экономического союза. Твердо убежден, что образование Евразийского экономического союза является закономерной вехой эволюции межгосударственных отношений постсоветского периода. Эта эволюция прошла и проходит через целый ряд этапов, форм, ступеней этой Содружества независимых государств, союзное государство Белоруссии и России, Евразийское экономическое сообщество, таможенный союз, единое экономическое пространство, и вот сегодня мы ожидаем образования еще более высокой степени интеграции. В этой аудитории нет необходимости доказывать, что в современном глобализирующемся мире ни одно государство, даже самое крупное, такое, как США или Россия, не может успешно развиваться в одиночку без тесных кооперационных связей с другими странами. И ярким примером тому является Евросоюз. Возьмите, скажем, такой член Евросоюза, как Германия. Это сильная, бурно развивающаяся страна, которую называют локомотивом Евросоюза. Казалось бы, зачем ей этот союз? Но посмотрите, как упорно и заинтересованно отстаивает Германия интересы европейской интеграции, потому что даже для нее это выгодно. Интеграция стабилизирует экономику, позволяет осуществлять более эффективное разделение труда, обеспечивает стабильный рынок сбыта, делает более устойчивую финансовую систему. Конечно, после распада Советского Союза все бывшие советские республики охватила эйфория самостоятельности, независимости, но прошли годы, и все в большей мере приходит понимание того, что каждый из нас нуждается в тесном сотрудничестве кооперации друг с другом. Только в сотрудничестве союзе мы сможем обеспечить необходимый уровень, стабильность, конкурентноспособность наших экономик в мире. Об этом свидетельствует и наш собственный практический опыт. Уже сегодня Белоруссия, Казахстан и Россия благодаря образованию Таможенного союза единого экономического пространства получают весьма ощутимые дивиденды. Об этом очень ярко говорилось в предыдущих выступлениях. Ну а на завтра стоит еще более амбициозная задача создания мощного единого рынка не только товаров, но и для труда, капитала, услуг. Одним словом, создание единой экономической системы с серьезнейшим производственным, ресурсным и интеллектуальным потенциалом. Но процесс этот, об этом тоже говорилось, в общем-то, непростой. Близится к завершению подготовка главного правового механизма экономической интеграции, договора о Евразийском экономическом союзе. Как подчеркивал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, от того, какой договор будет создан, будет зависеть и успех нового интеграционного образования, его привлекательность для других стран. Это также напрямую повлияет на развитие взаимоотношений между государствами огромного региона. И с этим нельзя не согласиться. Ведь залогом создания эффективного союза является полное воплощение в жизнь уже имеющихся договоренностей по таможенному союзу и единому экономическому пространству. Они, в частности, предусматривают полную свободу передвижения в пределах наших стран всех товаров без изъятия ограничений, по каким бы то ни было позициям. Полноценный таможенный союз со стопроцентной свободой движения товаров должен стать основой для реализации других свобод. Ведь односторонние изъятия, ограничения, какими бы соображениями они не оправдывались, подрывает саму идею, сам принцип экономической интеграции, в какой-то мере порождая недоверие между партнерами, нивелируя имеющиеся достижения. Понятно, что все это непростые решения, и в первый момент они могут быть связаны с определенными издержками для той или другой страны. Однако, если мы хотим построить надежный союз, имеющий перспективу, то должны руководствоваться не столько сиюминутными интересами по отдельным позициям, сколько теми преимуществами, которые экономика каждой из стран получит благодаря интеграции сегодня и завтра. Но и даже при достижении согласия по этим достаточно сложным вопросам переход на качество новой уровня интеграции потребует немалых усилий. Необходимо будет наладить более тесные взаимодействия и кооперацию между родственными субъектами хозяйства не наших стран, унифицировать торговый режим в отношениях с остальным миром, обеспечить необходимый баланс представительства в институциальных структурах экономического союза, в целом повысить вовлеченность, заинтересованность и общественных организаций и граждан в укреплении общеинтеграционного нашего образования. Поэтому в ближайшем будущем нас ожидает напряженная работа, требующая полной консолидации сил, максимального использования всех имеющихся интеллектуальных ресурсов. И здесь большая роль отводится парламентариям. Создание единого правового поля, гармонизация национального законодательства, синхронизация внутрикосударственных процедур – это те первостепенные задачи, которые стоят перед законодательными органами наших стран. Решение этих задач посвящена значительная часть повестки дня наших межпарламентских контактов, в том числе и в эти дни в рамках участия в мероприятиях межпарламентских ассамблей СНГ, Евразии и ОДКБ. Хочу отметить еще один важный момент. Создание Евразийского экономического союза означает появление в мировой архитектуре нового сильного геополитического игрока. Это не может не тревожить наших западных партнеров. Именно поэтому оттуда раздаются голоса, ставящие под сомнение экономическую и политическую целесообразность нашего союза и возможности достижения успеха на этом пути. Это вполне естественно. Никто никогда не радуется появлению сильного конкурента. Но отсюда следует, что нам надо проводить активную работу среди граждан наших стран по разъяснению выгод от интеграционного сотрудничества, популяризации идей интеграции, особенно среди молодого поколения. И это тоже зона ответственности парламентариев. При этом надо понимать, что люди нуждаются не в абстрактных лозунгах, призывах, а в понятных, убедительных ответах на вопросы, ради чего проводится интеграция, что от этого получат простые граждане. В завершение я хочу выразить уверенность в том, что Евразийскому экономическому союзу под силу стать новым центром притяжения, экономическим ядром Европы, Евразии, который будет на равных взаимодействовать с ведущими мировыми экономическими структурами. Интерес, проявляемый со стороны других стран, об этом уже говорилось, интеграция в рамках тройки, лишь подтверждает, что мы находимся на верном пути. Ну и это понятно, все видят и понимают, что у нас ясные, честные, простые и понятные, и очень важные для всех наших людей цели – рост, благосостояние, качество жизни наших граждан. Желаю всем участникам этой конференции, этого форума успехов, я думаю, что это будет важным событием и немалым подспорьем для того, чтобы нам завершить эту работу по созданию этого важного интеграционного образования. Спасибо за внимание. Анатолий Николаевич, спасибо большое. Не уходите, пожалуйста, у меня тоже к вам один вопрос есть. На пространстве СНГ действует несколько интеграционных объединений. Одно из них – это союзное государство Белоруссии и России, очевидно, это интеграционное объединение с самой высокой степенью интеграции. Как вы думаете, может ли опыт союзного государства Белоруссии и России быть использован в деятельности Евразийского экономического союза? Спасибо, Сергей Викторович, за вопрос. Да, я думаю, что не то, что может он используется, безусловно используется. Все-таки я так бы сказал, что мы в Белоруссии, может быть, тоже достаточно рано поняли, что без интеграции нам дальше трудно будет развиваться. Ведь только распался когда союз, и я помню, образовались границы. Мне надо было в Россию, с которой мы всегда живы, надо было ехать через таможенные какие-то препятствия и прочее, прочее. И вот то, что были уже устранены эти границы, то была возможность получено передвижение товаров, людей, наши люди свободно ездят. Сегодня у нас очень сильно интегрированы наши и экономики, и в социальной сфере, и в политической сфере идет интеграция. Наши граждане, и Россия, и Белоруссия имеют в значительной мере одинаковые права, люди приезжают в Россию из Белоруссии и там работают, и наоборот из России в Белоруссии, и, в общем-то, пользуются практически всеми правами в равной мере в обеих странах. У нас сегодня есть органы управления, такие как Высший государственный совет и Совет министров, и вот парламентское собрание Белоруссии и России, которое Сергей Сергеевич возглавляет, и она успешно очень работает. У нас есть свой бюджет нашего государства, значит, союзного, и программы совместные, очень успешно развиваются совместные программы в самых разных областях, в том числе и в научной, и в технической, и в других областях, и в культурной сфере, и фильмы общие создаются, и так далее. То есть, ну, это очень далеко продвинуто. И поэтому то, что, если бы, я думаю так, Сергей Ильич, на Ваш вопрос, что если бы здесь не было успеха, не думаю, что было бы возможным создание Евразийского союза. Если бы на этом примере увидели, что ничего не получается, и, в общем-то, никаких преимуществ здесь нет, и перспектив нет, ну, я думаю, что и не пошли бы. Поэтому, конечно, этот союз, он в какой-то мере проложил дорогу. Ну, может быть, не все совсем уж так, как хотелось бы и как задумывалось, но, знаете, это все трудно, не так быстро все делается. Очень просто разойтись, потом не так просто сходиться. Но, тем не менее, это нужно делать, и мы в этом направлении двигаемся, и воля наших руководителей такова, чтобы это движение шло, потому что все понимают, что это будущее наших стран. Так что, я думаю, что здесь мы все работаем пока неплохо. Спасибо, Анатолий Иванович, спасибо. Присаживайтесь. Кабибулак Абенович, и вам задам вопрос по следам вашего выступления. Скажите, пожалуйста, какие задачи парламентарии Казахстана видят на первом этапе создания и работы Евразийского экономического союза? Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я его разделил бы на первом этапе на три этапа. Это первые. Мы должны по ходу вхождения союза трех государств привести законодательную базу, в первую очередь, там ратификация есть, выпустить новое законы у себя, привести в соответствие. Я перед этим в своем выступлении говорил, что более 70 законов еще потребуется. Это первое. Второе. Мы должны на сегодняшний день разъяснить нашему населению, я считал бы главной задачей, преимущество нашего союза в экономическом пространстве, что каждому жителю наших стран обращивается плюсом. И третье, правильно говорили, производное от этого, наверное, в своем выступлении сказали о тарифах. Да, если мы приведем тарифы в едином экономическом пространстве, един и целые, я считаю, у нас малый и средний бизнес заработает полную силу и не хуже европейцам мы будем вести малый и средний бизнес. Я бы коротко ответил вот так. Спасибо. Спасибо. Вторую из наживанных вами задач мы решаем в том числе сегодня, рассказывая и вовлекая гражданское общество в дискуссию о евразийской интеграции, ну и убеждая в преимуществах будущего Евразийского экономического союза. Приглашаю к микрофону Эрмине Микаэловну Магдалян, заместителю председателя парламента Армении. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, дорогие участники форума, позвольте выразить признательность, благодарность организаторам этого форума, вам, Сергей Евгеньевич, за приглашение принять на этом форуме и за поддержку, которую оказывают парламенты наших стран в существовании и в распространении его работы. Созданный и действующий в стенах Финека, этот форум, на наш взгляд, может стать уникальной базой в деле развития единой инфраструктуры и определения новых стратегий и тенденции экономического роста на евразийском пространстве. Мы уверены, что формат настоящего форума придаст новый импульс развитию диалога цивилизаций, углублению разностороннего сотрудничества между нашими странами, повышению роли региональных структур и углублению разностороннего сотрудничества. Встречи в данном формате, конечно, являются также подходящей площадкой для выработки дальнейших шагов, направленных на углубление интеграционных процессов. В свою очередь, это, несомненно, отразится на повышении конкурентоспособности национальных экономик и улучшение качества жизни граждан наших стран. Коллеги, хочу поставить вас в известность, что Республика Армения сегодня принимает самое активное участие в интеграционных процессах на евразийском пространстве. С декабря прошлого года, после утверждения главами государств Беларуси, Казахстана, России и Армении дорожной карты, мы реализуем ее и двигаемся вперед по присоединению Армении к евразийскому интеграционному процессу. Темпы работы, слаженность взаимодействия наших экспертов, представителей наших правительств, представителей Евразийской экономической комиссии дают нам веские основания для того, чтобы быть уверенным, что Армения в очень скором времени при поддержке стран Таможенного Союза завершит очень важный этап, рабочий этап, и мы будем готовы выйти на подписание соответствующего соглашения. И хочу подчеркнуть, что мы со своей стороны очень строго выполняем взятые нами обязательства, но в то же время рассчитываем на более адресную поддержку наших партнеров. Коллеги, на пути к достижению наших целей особая роль принадлежит нам, парламентариям, в частности, в процессах гармонизации и унификации национальных законодательств, синхронизации внутригосударственных процессов, формировании устойчивой правовой системы. Важной составляющей наших отношений являются также и межпарламентские связи. И в целом, должна сказать, что мы удовлетворены уровнем взаимодействия наших парламентариев на международных площадках. И наряду с этим мы видим большой резерв в направлении обеспечения более слаженного и более скоординированного взаимодействия на основе взаимной поддержки и учета интересов, особенно по актуальным для наших стран и народов вопросам. Мы полагаем, что необходимо предпринять дополнительные усилия с тем, чтобы исключить в будущем какие-либо шероховатости в этих вопросах. Форум наш может сыграть также важную роль в создании условий для конструктивного диалога между представителями бизнеса, власти, экспертного сообщества, для обсуждения конкретных механизмов реализации новой стратегии экономического роста. Наши страны имеют немалый опыт совместной работы во многих отраслях. И сегодня важно стимулировать совместные усилия, направленные на расширение возможностей для установления прямых контактов во всех и всевозможных сферах взаимодействия. Уверена, что выработанные участниками форума предложения и инициативы откроют новые горизонты для делового партнерства между странами Евразес. И в заключение хочу пожелать форуму успешной работы и плодотворных дискуссий на благо конструктивного сотрудничества. Спасибо за внимание. Спасибо, Армения Николаевна. Спасибо. Попрошу выступить председателя парламента Кыргызской республики Ассалбека Шариповича Женбекова. Здравствуйте, уважаемые участники форума, уважаемый Сергей Евгеньевич. Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности всем организаторам сегодняшнего мероприятия. И для нас большая честь выступить в стенах в аудитории старейшего, авторитетнейшего высшеучебного заведения Российской Федерации. Важно, что это уже наше второе заседание в рамках форума и обмен мнениями на заявленную тему становятся регулярными. Это еще раз доказывает, что наши государства видят свое экономическое развитие через призму интеграции. В настоящее время мы развиваем экономическое сотрудничество в расширенном формате на базе Содружества независимых государств и вразийского экономического сообщества. При этом между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией в рамках таможенного союза и единого экономического пространства ведется более тесная интеграция. В этих форматах уровень взаимодействия и наработанный потенциал однозначно продвинутый далеко вперед. Уважаемые участники форума, известно, что исходя из понимания важности дальнейшей интеграции на евразийском пространстве, Кыргызская Республика заявила о готовности начать переговорный процесс по присоединению к таможенному союзу. Имеющиеся статистические данные динамики товарооборота Кыргызстана с государствами-членами этого объединения наглядно демонстрирует объективность и взвешенность решения, принятого Кыргызстаном по данному вопросу. Принципиальная позиция в этом плане отражена в утвержденной национальной стратегии устойчивого развития страны в период 2013-2017 годы. В рамках процесса присоединения Кыргызстана к таможенному союзу рабочие группы Кыргызской Республики и Евразийской экономической комиссии с 2019 года по настоящее время провели 9 заседаний по подготовке и согласованию плана мероприятий дорожной карты. При этом в отношении одобренной 19 ноября 2013 года в городе Москва на заседании коллегии и Совета Евразийской экономической комиссии дорожной карты кыргызской стороной было сделано особое мнение о важности включения ее дополнительных предложений к документу. При этом Кыргызстан сделал акцент на том, что необходимо дополнительно согласовать окончательный вариант проекта дорожной карты. Уважаемые коллеги, мы намерены присоединиться к таможенному союзу с учетом интересов и специфики нашей экономики, так как вхождение в это объединение имеет не только одни плюсы, но и некоторые объективно возникающие риски, которые нам необходимо будет нивелировать. На прошедших встречах, в частности на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в декабре 2013 года в Москве были озвучены ключевые, чувствительные для Кыргызской республики позиции. В частности, предлагается создать механизм поддержки стран, которые намерены присоединиться к таможенному союзу, оказать практическое содействие в создании трудоемких производств на территории Кыргызстана, что позволит смягчить шоковые моменты при присоединении к таможенному союзу и сократить уровень миграции. Определить перечень товаров, в отношении которых Кыргызстану необходимо в течение переходного периода применение ставок таможенных пошлин, отличных от единого таможенного тарифа таможенного союза, а также содействовать созданию должной инфраструктуры, лабораторной сертификации и соответствия требованиям технического регулирования. Данные меры позволят нам удержать рост безработицы, прежде всего среди занятых на крупных оптовых рынках, рост инфляции в связи с отменой упрощенной процедуры таможенного оформления и введением единого таможенного тарифа, рост издержек и снижение конкурентоспособности для ряда секторов с высоким удельным весом импортируемых материалов в общих затратах, рост издержек из-за увеличения нетарифных барьеров и слабой инфраструктуры для выполнения новых требований технических регламентов таможенного союза, спад в секторах с низкой конкурентоспособностью, банкротство отдельных компаний малого и среднего бизнеса, рост миграции населения. Безусловно, участие в таможенном союзе и едином экономическом пространстве дает ощутимые преимущества государством-членам. Это создание выгодных условий для торговли без таможенных границ, применение единых требований и документов, подтверждающих безопасность продукции для осуществления экспорта, отсутствие изъятия из режима свободной торговли и осуществления беспощенных поставок товаров, импорт которых необходим для внутреннего рынка. Более емкий намного рынок усиливает конкуренцию, побуждающую фирмы снижать цены и увеличивать объем продаж. Что идет на пользу потребителям? Привлечение финансовых ресурсов стран таможенного союза для выполнения мероприятий по модернизации пунктов пропуска, инфраструктуры контроля качества и улучшения ситуации в областях санитарии, фитосанитарии и ветеринарии. Перспективы евразийской экономической интеграции значительны. Необходимость экономического объединения продиктована временем и основывается на многих сближающих нас факторах. Общенность истории, культурно-гуманитарного пространства, обширных человеческих связей, близости экономик, которые важно сообща укреплять. Вхождение Кыргызской республики в Таможный союз при содействии государств-участников объединения в перестройке структуры экономики страны будет иметь взаимовыгодный характер. Для евразийского пространства это станет наглядным примером успешного вступления на центрально-азиатском направлении нового государства-члена в дееспособности интеграционного объединения. Благодарю за внимание. Спасибо, Асилбек Шарипович. Я тоже хотел бы вам задать один вопрос. Перед парламентариями республики сейчас стоит большая и довольно сложная задача приведения в соответствие законодательства республики, в соответствии с нормативно-правовой базой и Таможенного союза, и единого экономического пространства. Как успешно сейчас эта задача решается? Задача решается и будет решена, так как я сразу скажу, что самое главное, народ поддерживает вхождение в Таможенный союз, абсолютное большинство, и все процедуры вхождения в Таможенный союз будут решаться в стенах парламента. И буквально мы уже начинаем дискуссию в рамках проведения круглых столов. Буквально в этом месяце будет проведено уже парламентские слушания по этой теме. И самое главное утвердить дорожную карту, которая уже согласуется на уровне наших стран. И мы уже близки к согласованию по всем пунктам. И в ближайшем уже будущем дорожная карта будет утверждена всеми сторонами и нами. И она будет проходить процедуру в Жоркенеше, и она пойдет очень успешно. А что после этого уже с проведением законодательств в соответствии, я думаю, уже не будет проблем. Спасибо большое. Приглашаю к микрофону Шукуджона Зухуровича Зухурова, председателя парламента Республики Таджикистан. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, уважаемые участники форума, дамы и господа. Сегодня мы являемся свидетелями того, что глобализирующийся мир подвержен серьезным экономическим и социальным рискам. И только посредством интеграции и активизации совместных усилий нашей страны могут противостоять этим вызовам современности. В мировом интеграционном процессе 21 века процесс евразийской экономической интеграции занимает особое место. И как бы неоднозначно ни относились в мировом политическом истеблишменте к идее евразийской экономической интеграции, мы с уверенностью можем сказать, что она является объективной формой проявления единства национальных интересов наших стран и отражает чаяние наших народов к объединению в экономической, культурной, социальной и политической сферах. Исследования, проведенные Евразийским банком развития на основе системы индикаторов евразийской интеграции показали высокую заинтересованность Таджикистана в региональной интеграции. Прежде всего, это связано с тем, что страна не обладает экспортным потенциалом углеводородного сырья и не имеет выхода к морю. С другой стороны, наличие огромного гидроэнергетического потенциала диктует необходимость для нашей страны активного взаимодействия со странами региона в такой ключевой сфере функциональной интеграции, как электроэнергетика. И, наконец, необходимо отметить особую для Таджикистана роль торговых отношений с Российской Федерацией, а также высокую вовлеченность населения в процесс трудовой миграции. Республика Таджикистан придает большое значение региональному сотрудничеству и принимает активное участие в работе большинства интеграционных объединений. Более чем 20-летний опыт участия Таджикистана в региональных интеграционных процессах на постсоветском пространстве подтверждает, что выбор направлений методов и инструментов интеграции всегда является наиболее обсуждаемым вопросом. Сегодня число инициатив и проектов, направленных на углубление сотрудничества между нашими странами, исчисляется сотнями. Однако выбор наиболее эффективных стратегий в области требует четкого обоснования принципов не только политической, но и прежде всего экономической доктрине, создаваемой региональной интеграционной группировки. Действующие сегодня принципы евразийской экономической интеграции, такие как экономический прагматизм, добровольность, участие в невмешательстве в внутренние дела и открытость интеграционного объединения, несомненно, создают предпосылки присоединение новых государств к таможенному союзу и евразийскому экономическому пространству. Вместе с тем, экономическая доктрина региональной интеграционной группировки должна показать приемлемые пути согласования интересов государств путем компромисса как базового отношения в механизме интеграции. На сегодняшнем втором международном форуме, который так называется «Евразийская экономическая перспектива», существует уникальная возможность с совместными усилиями конкретизировать основные принципы такой экономической доктрине, выработать устойчивые механизмы интеграции путем создания транспортных, энергетических, информационных и образовательных коридоров. Четко сформулирована экономическая доктрина Евразийского интеграционного объединения сможет не только отразить предпочтение его участников, но и повысить сторонные доверия к его системе ценностей. Такой подход будет способствовать более активному привлечению стран содружества, не входящие сегодня в таможенный союз, к идее Евразийской экономической интеграции и Евразийского союза в целом и позволить Евразийской экономической комиссии как постоянному органу таможенного союза единого экономического пространства активнее работать в этом направлении. Мы все понимаем, что главным мотивом к объединению являются экономические интересы, но для их перевода в практическую плоскость должна быть сформирована и соответствующая законодательная база с учетом общепринятых международных стандартов. В этом отношении роль межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества как института межпарламентского измерения интеграционных процессов очень высока. В договоре о создании единого евразийского экономического пространства отмечается, что логика продвижения государств к намеченным целям требует постоянного обновления форм и механизмов взаимодействия. Выработка эффективных законодательных решений может быть обеспечена только тогда, когда на таких дискуссионных площадках, как ими является сегодняшний форум, осуществляется широкий обмен мнениями по актуальным вопросам евразийской экономической перспективе. Разрешите пожелать успехов в работе нашего форума и выразить надежду, что высказанные в его ходе мнения идеи будут способствовать углублению интеграционных процессов и еще большему взаимопониманию между нашими странами. Спасибо за внимание. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, по поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко всего сенаторского корпуса. Хочу сердечно поприветствовать участников Международного форума «Евразийская экономическая интеграция». Наш форум набирает обороты, становится одной из центральных площадок, где обсуждаются перспективы евразийской интеграции. Сегодня говорить об интеграции непросто. Эта тема уже давно вышла за рамки узких специалистов, стала ключевой для геополитики и находится в фокусе общественного внимания. Все мы находимся под впечатлением событий, которые происходят на Украине. Хочу напомнить, что поводом обострения кризиса в этой близкой для нас стране, об этом справедливо говорил и Сергей Евгеньевич Нарышкин, как раз послужил вопрос о выборе интеграционного объединения. Несмотря на явные преимущества, которые Украина получала уже на первом этапе присоединения к Таможенному союзу, для широкой публики сравнение между Таможенным и Европейским союзом не всегда выглядело в пользу евразийского пути. Это явный проигрыш на информационном поле, провал тактики такого застенчивого замалчивания администрации Виктора Януковича. Нам предстоит извлечь все уроки из происшедшего на Украине. Нельзя, к примеру, преподносить обществу лишь слащавую картинку о Евразийском союзе, оставляя поле критики нашим оппонентам. Люди имеют право знать все плюсы и минусы своего выбора для того, чтобы принимать осознанные решения. Поэтому важно показывать более рельефные и наступательные и достижения, и проблемы интеграции, а главные пути по их разрешению. Важно, чтобы не только страны, образующие Таможенный союз и Евразийский союз были конкурентноспособны, но конкурентной должна стать экономическая и управленческая модель нашего интеграционного объединения. Полагаю, что нам следует более четко скорректировать программу действия в новых условиях, в том числе с учетом санкционных угроз. При этом с удовлетворением надо признать, что несмотря на нарастание негативных тенденций в мировой экономике, у нас все же есть реальные успехи и осязаемые достижения. Об этом уже говорилось. Отмечу лишь, что заметно улучшилась структура взаимной торговли. Доля товаров с высокой добавленной стоимостью в общей структуре торговли выросла с 28,9% до 40%. Это значительные и очень позитивные достижения. У нас на руках еще немало козырей. Например, огромный транзитный потенциал торговли между Европой и Азией. Напомню, что в соответствии с концепцией формирования единого транспортного пространства на территории Евразии сформируются три международных транспортных коридора. Западная Европа, Западный Китай, Север-Юг и Запад-Восток. Говоря о перспективах евразийской интеграции, также следует учитывать ряд важных факторов. Во-первых, это формирование полноценного регионального рынка. Во-вторых, в связи с предстоящим подписанием договора о Евразийском Союзе, работа по оптимизации функционирования ряда механизмов, конечно, должна быть усилена. Речь идет, прежде всего, о практической реализации единой таможенной территории, введении новых технологических модулей в пунктах пропуска, электронных товарных маркировках и так далее. В-третьих, необходимо держать, как говорится, на контроле и решение долгосрочных задач, рассчитанных на стратегическую перспективу. Среди них регулирование таких чувствительных групп товаров, как продукты нефтегазовой отрасли или фармакологии. К 2025 году планируют создать полноценно работающий финансовый и банковский регулятор. Это также требует большой и кропотливой работы. В-четвертых, нам необходимо усилить координацию в вопросах взаимодействия с третьими странами и различными финансовыми и экономическими международными объединениями и организациями. Мы в Совете Федерации стремимся контролировать эту ситуацию в том числе в формате Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу участия России в ИТО и Таможенном союзе. Наконец, возможное прекращение деятельности МПА Евразес требует качественно более высокого уровня координации работы наших национальных парламентов в законотворческом процессе. Важным механизмом в этой связи нам представляется использование в полной мере двусторонних межпарламентских комиссий. Они созданы практически со всеми парламентами стран СНГ. Особо хотел бы отметить кафедры Совета Федерации, межпарламентские комиссии Совета Федерации и парламентов Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и ряда других стран. Эти и другие двусторонние форматы работают весьма эффективно. В Совете Федерации как палате регионов накоплен значительный опыт межрегионального взаимодействия. Мы исходим из того, что межрегиональные связи менее политизированы, позволяют партнерам на региональном уровне контактировать напрямую без посредников, а это в результате повышает значительную эффективность сотрудничества. Российские сенаторы традиционно принимают активное участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, и это не случайно. Порядка 70% российско-казахстанского товарооборота приходится на соседние регионы. В настоящее время полным ходом идет подготовка к проведению первого форума регионов Белоруссии и России в Минске, который состоится 5-6 июня нынешнего года. Мы рассматриваем это мероприятие как важнейшее событие в наших двусторонних отношениях. На осень запланировано проведение четвертого межпарламентского форума России-Таджикистан, потенциал межрегионального сотрудничества, договоренность о котором была достигнута в ходе визита председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко в Таджикистан совсем недавно. Запуск 1 января 2015 года Евразийского экономического союза откроет новые возможности для межрегионального сотрудничества. Мы сейчас продумаем ряд новых идей, в частности запуск проекта породненных регионов. И еще об одном. С целью выработки оригинальных новаторских идей и предложений евразийской интеграции в 2012 году мы создали интеграционный клуб при председателе Совета Федерации. Формат клуба позволяет аккумулировать значительный интеллектуальный потенциал его участников. Назову некоторых из них это академики Примаков, Глазев, Садовничий, Таркунов, известные политические деятели и общественные деятели Швыдкова, Александрова и ряд других видных ученых, авторитетных представителей общественных. Мы ищем новые формы, которые мы могли бы сделать эту площадку интересной, в том числе и для экспертного сообщества стран СНГ. И будем всячески приветствовать совместные мероприятия, которые позволят лучше понять друг друга, обсудить острые проблемы в неформальном ключе и найти решение для нашего общего будущего. Я хочу выразить признательность организаторам этого форума за инициативу его проведения и пожелать всем участникам плодотворной работы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги и друзья, степень интеграции любого союза во многом определяется в том числе и деятельностью наднациональных органов. Каков объем полномочий национальные государства передают этим наднациональным органам. Сегодня мы услышали выступление Татьяны Медленной Воловой как министру Евразийской экономической комиссии. А сейчас я хотел бы попросить выступить председатель суда Евразес Мусабека Туркенбековича Олимбекова. Добрый день, участники форума, уважаемый президент. Прошло чуть более двух лет с того момента, когда члены Межпарламентской ассамблеи Евразес избрали судей суда Евразес. Сегодня можно с уверенностью сказать, что суд действует полноценно и отправляет на международном уровне правосудие. Об этом может свидетельствовать то количество обращений, заявлений и запросов, которые поступают на рассмотрение суда. Только за первый квартал текущего года их поступило более 9 заявлений. Ну, с учетом того, что какую сложность эти дела представляют, элементарно можно посмотреть, в частности, по антидепинговым делам, которые соразмерно сотням сложных хозяйственных дел. Это говорит о том, что объем работы у нас в достаточном количестве. За данный период суд выработал ряд правовые позиции, высказал свои правовые позиции, и она была изложена в наших официальных судебных актах, а также высказывались различные позиции со стороны судей в их научных публикациях. Данные правовые позиции позволили сделать процесс защиты нарушенных прав хозяйствующих субъектов более эффективным и понятным, определить соотношение между международными договорами, заключенными в рамках таможенного союза и единого экономического пространства с договорами Всемирной торговой организации обеспечить единообразные применения ряда норм таможенного законодательства таможенного союза. Мне бы хотелось подчеркнуть, обратить внимание ваше только на одну, только нашу правовую позицию. Эта правовая позиция касается соотношения норм права таможенного союза и Всемирной торговой организации. Согласно договору о функционировании таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года, право ВТО действует на территорию таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России с августа 2012 года. Вместе с тем, существовала правовая неопределенность в вопросе о статусе и месте правовой системе таможенного союза соглашения Всемирной торговой организации. В решении от 24 июня 2013 года по делу Новокраматорский машиностроительный завод Украины против Евразийской экономической комиссии суд разрешил указанную неопределенность и было сказано, что международный договоры, заключенный в рамках Всемирной торговой организации и таможенного союза, являются частями правовой системы таможенного союза, но не находятся при этом в иерархической подчиненности друг другу. При этом мы учитывали, что голый принцип равенства в условиях определенного неравенства не может работать. Здесь должны быть учтены балансы интересов и защиты интересов слабой стороны. В течение своей деятельности суд сформулировал целый ряд судебных позиций по различным направлениям таможенных правоотношений. Так, например, в решении суда от 31 октября 2013 года по делу компании Jackpot Российской Федерации против Евразийской экономической комиссии были рассмотрены вопросы освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении отдельной категории товаров. В указанных решениях суд констатировал, что порядок привлечения иностранных инвестиций основывается на нормах национального права, а условия уплаты таможенных пошлин в случае нарушения запрета в установленном таможенном союзе, регулируется нормами международного права, принятыми в рамках интеграционного объединения. Важнейшей составляющей деятельности суда является юрисдикция по толкованию договорной правовой базы евразийской интеграции. Данная юрисдикция направлена на обеспечение единообразного правоприменения на всем евразийском пространстве. Выработанные судом позиции получили свои признания на национальном уровне. В частности, постановление Пленума Верховышшего Арбитарного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2013 года номер 79 разъясняет, что в случае коллизии положения международных договоров, составляющих договорную правовую базу таможенного союза и актов, принятых евразийской экономической комиссией, российским судам следует руководствоваться толкованием, которое дает суд евразийской предпринятие решения по конкретным делам, а также по запросам, в частности, высших судебных органов государства, члены таможенного союза. Все эти факты свидетельствуют о том, что суд евразийской работает полноценно в обеспечении интеграционных процессов. Подводя итоги определенного анализа судебных позиций, следует отметить, что деятельность суда не ограничивается защитой нарушенных прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, выявлением соответствующих проблемных вопросов правового регулирования. Суд также определяет меры, необходимые для исключения оснований возникновения нарушений в дальнейшем. В условиях разноуровневой, разноскоростной интеграции суд в своих решениях разрешает возникающие правовые коллизии, обеспечивает комплексные понимания и применение конкретных норм права в интересах евразийских интеграционных проектов посредством формирования позиций по наиболее важным вопросам. С учетом судебной практики, особенностей развития интеграционных процессов, совершенствуя отдельные направления деятельности суда, мы также активно принимаем участие в процессах научной дискуссии. В частности, отдельные судьи высказывались по проблемам политико-правовой идентификации будущего Евразийского Союза, по вопросам наднациональных органов, их правовом статусе и месту интеграционных процессов, а также ряд других научно-практических проблемах. Мы понимаем, что идет процесс дальнейшей развития интеграции, решением Высшей Евразийской экономической советы на уровне глав государства от 24 октября 2013 года номер 47 об основных направлениях развития интеграции и ходе работы над проектом договора о Евразийском экономическом союзе предусматривается формирование органов экономического союза на базе действующей системы управления таможенным союзом и экономическим пространством с включением суда. И при этом хотелось бы подчеркнуть, что процесс развития Евразийской интеграции суд предлагает исходить из того, что в целях дальнейшей гармонизации законодательства развития Евразийской судебной системы и конструктивного подхода к ее преобразованию целесообразно принять во внимание необходимость последовательного и безболезненного перехода к новому судебному органу и экономического союза. Учитывая при этом опыт работы суда, полагаем логичным и оправданным обеспечением преемственности и непрерывности осуществления правосудия. Я не знаю, нам бы не хотелось, чтобы то, что было построено, то, что было сделано за прошедшие годы, они разрушались до основания, потом заново мы начали формировать суд. На то есть ряд причин. Опыт развития Европейского Союза и переформатирование Европейского Суда дает нам пищу для того, чтобы мы вокруг этого подумали и этот вопрос возможно учли. Кроме того, польза судебного органа экономического союза путем частичного преобразования суда Евразийск указывает следующее обстоятельство. В настоящее время разрешение споров в рамках таможенного союза и ЕП уже входит в компетенцию суда Евразийск, потому что суд фактически действует в двух флаконах. Мы сегодня являемся судом Евразийск, а также судом таможенного союза и единое экономическое пространство. И при этом основную деятельность отправления правосудия мы выполняем только в пределах таможенного союза и единое экономическое пространство. То есть в составе шести судей от трех государств. Казахстан, Россия, Белоруссия. Остальные коллеги, ввиду того, что таких обращений к нам не было и фактически, де-факто, даже суд в формате большого евразийского сообщества не создан, потому что к нам, у нас не назначены двое судей от республики страны Киргизии. В производстве суда Евразийск имеются дела исключительно по спорам в рамках таможенного союза и ЕП. Наработана определенная судебная практика по делам по спорам в рамках таможенного союза и ЕП. Судьи суда Евразийск осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, потому что за это время я полагаю, что судьи набрали определенный опыт, наработали практику. И аппарат к этому уже привык, значит, сформировался, не хотелось бы эти моменты потерять. Тем более, значит, мы должны учесть, что в аппарате суда работает сегодня более 40 человек, люди, которые связали свою судьбу с нашей судебной системой, бросили прежние работы, перешли к нам и вопрос, значит, к ним чисто по-человечески, к их состоянию должно присутствовать, я полагаю. Я завершал, спасибо. Значит, я хотел бы завершить свое выступление тем, что думаю, что спасибо за предоставленную возможность высказать точку зрения суда. И данный факт еще раз свидетельствует о том, что суд в интеграционных процессах займет определенное свое место. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Все мы хорошо представляем, что результаты деятельности любого экономического объединения, интеграционного экономического объединения проявляются через бизнес. Давайте сейчас об этом и переговорим, и я попрошу выступить Александра Николаевича Шохина, председателя Союза промышленников и предпринимателей Российской Федерации. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые руководители парламентов, коллеги, за те несколько лет, которые прошли с момента принятия решения о создании таможенного союза, интеграционные процессы шагнули очень далеко, и тот вектор, та перспектива интеграции, которую мы обсуждаем уже второй год в этом зале и здании Государственного Санкт-Петербургского экономического университета, уже выстроилась таможенный союз, зона свободной торговли, таможенный союз, единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз. При этом я хотел бы сказать и о том, что не только уровень интеграционных процессов повышается, все большее количество функций передается на наднациональный уровень, хотя интеграция идет разноскоростная, но одновременно можно констатировать, что и в вопросах взаимодействия бизнеса и власти, власти наднациональной и национальных властей в контексте интеграционной политики формируются новые механизмы и более продвинутые механизмы взаимодействия. В частности, три с небольшим года тому назад мы, три бизнес-ведущих объединения Беларуси, Казахстана и России, подписали соглашение о сотрудничестве и формировании бизнес-диалога. И этот бизнес-диалог в июне 2012 года здесь, в Санкт-Петербурге, в присутствии председателей правительства трех стран, подписал меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Белорусско-Казахстанно-российским бизнес-сообществом. Сейчас, безусловно, для нас, для бизнес-сообществ трех стран во взаимодействии со своими правительствами и Евразийской экономической комиссией, очень важно проанализировать проект договора о Евразийском экономическом союзе. Мы уже несколько итераций вместе с нашими правительствами Евразийской комиссии сделали, плотно поработали над той версией проекта договора, которая в декабре была вывешена для публичного обсуждения, проанализировали мы и вторую версию проекта договора о создании Евразийского экономического союза и с удовлетворением констатируем, что многие наши предложения, которые в последние месяцы и недели были предоставлены по линии правительства и напрямую в Евразийскую комиссию, они учтены. Хотел бы назвать несколько вопросов, по которым мы хотели бы продолжить работу, даже в те дни уже фактически, которые остаются до финализации этой работы, мы думаем, что целый ряд моментов можно учесть. В принципе, конечно, нам хотелось бы, чтобы те лучшие практики, национальные практики по формализации, институциализации, вовлечении бизнеса в обсуждение проектов и экспертизе проектов нормативно-правовых актов, международных договоров, чтобы они были включены и в договор. Мы поэтому хотели бы, чтобы соответствующей статьей дополнить договор, чтобы там прямо была бы прописана та или иная форма участия бизнеса в этой работе, в частности, может быть, и в режиме оценки регулирующего воздействия. Оценка регулирующего воздействия принимаемых нормативно-правовых актов на бизнес-среду, на деловую активность в России достаточно уже продвинута. Нам, безусловно, есть еще над чем работать. В частности, мы постоянно ставим перед руководством страны вопрос о необходимости доведения этой оценки до второго чтения закона в парламенте. В Государственной Думе Сергея Евгеньевича мы рассчитываем, что мы найдем такую приемлемую формулу, которая учитывает у суверенных депутатов Государственной Думы на принятие соответствующих поправок. И в то же время относительно формализованный институциональный механизм участия в данном случае делового сообщества подготовки законов ко второму чтению может быть выработано. Такие процедуры есть в Казахстане. Мы считаем, что казахстанский пример участия Национальной палаты предпринимателей здесь может быть использован. Если говорить о конкретных статьях договора, над которым мы сейчас работаем, налоговая политика. Безусловно, очень важный момент содержится в договоре о том, что будет проходить процесс гармонизации налоговых систем наших стран. Но даже уже сейчас по оценке Всемирного банка фискальная налоговая нагрузка в России и Казахстан различается практически в два раза. Ну и наш бизнес это тоже ощущает, безусловно, не только эксперты Всемирного банка. Поэтому очень важно было бы хотя бы крупными мазками очертить темпы этой гармонизации, выделить какие-то промежуточные финиши. И, безусловно, это позволило бы нам избежать, может быть, и негативных некоторых последствий конкуренции юрисдикции. Если будет понятна перспектива, траектория выравнивания, гармонизации налогового систем, то, что называется, суетиться ни к чему, перерегистрируя предприятие в более благоприятной налоговой юрисдикции. К сожалению, в том варианте проекта договора, который вывешен для публичного обсуждения, нет раздела по инвестициям. А режимы регулирования инвестиций, безусловно, важнейший элемент для бизнеса. И это не только механизмы, ну, скажем так, специальные механизмы допуска инвесторов тем или иным отраслям, секторам экономики, так называемым стратегическим, но это и механизмы поддержки инвестиций. Поэтому, безусловно, мы считаем, что просто недоработан, наверное, Татьяна Дмитриевна этот раздел, поэтому его еще и не вывесили. Но очень рассчитываем, что он будет в окончательном тексте. Части технического регулирования. Техническое регулирование оказалось тем элементом единого экономического пространства, которое оказалось уже у нас инкорпорированным в таможенный союз, поэтому здесь наработок очень много. Но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы то базовое определение стандарта, которое сейчас в договоре присутствует, чтобы оно в максимальной степени было приведено к международным дефинициям стандарта, который, кстати, сказать, в проекте закона стандартизации российском уже содержится. Поэтому здесь мы не видим особых сложностей вот такую гармонизацию, что называется, провести. Есть ряд случаев, когда в проекте договора и в приложениях к нему не раскрываются некоторые принципиальные понятия, которые уже сейчас толкуются и могут толковаться по-разному в различных национальных системах. Ну, например, что такое учет интересов национальных экономик? Ясно, что будут по-разному наши правительства толковать это понятие. Или что такое важнейшие исследования? Чем они просто от исследований отличаются? Поэтому терминологически тут тоже еще есть над чем поработать. Недостаточно, на наш взгляд, проработан один из ключевых для бизнеса и работы дателей, да и для граждан тоже вопрос, это ситуация с профессиональным образованием. На наш взгляд, необходим отдельный протокол, который регулировал бы вопросы признания образования и квалификации с учетом законодательства страны трудоустройства. Ну, я не буду перечислять все темы, которые, на наш взгляд, требуют обсуждения. Хочу лишь один пример привести значимости для нас этой темы. Вчера президент России подписал указ о создании Национального совета профессиональных квалификаций. Мы долго убеждали правительства, профсоюзы и президентов в том, что работодатели здесь должны играть ключевую роль в разработке профессиональных стандартах, их трансформации в программы профессиональной подготовки, в государственные образовательные стандарты. Вот этот указ вышел, и мы получили то, за что боролись. И вот я, как президент РСПП, вчера был назначен председателем этого совета по развитию профессиональных квалификаций. Сколько предстоит программу деятельности совета разработать, мы одним из ключевых направлений выделим гармонизацию процессов разработки профессиональных стандартов и их увязки с образовательными стандартами на евразийском экономическом пространстве. Как руководителям не только бизнес-объединения, но и объединения работодателей, не могу не сказать о необходимости корректировки сотой статьи договора, которая регулирует права и обязанности трудящегося государства-члена в части мер его социальной защиты. В принципе, проект договора фактически создает третью категорию работников. К иностранным работникам и гражданам страны добавляются граждане стран Евразийского экономического союза с особым порядком социального страхования, получения медицинской помощи, доступа к услугам образовательных учреждений и так далее. Поэтому потребуется, видимо, ввести и в компаниях наших, в бизнес-организациях соответствующий учет, соответствующий категории у работников. И обсудить нужно эту тему не только на уровне B2B, но, видимо, и с профсоюзами. Все эти замечания мы обобщили, передали нашим профильным ведомствам в Евразийскую экономическую комиссию. И очень рассчитываем, что, во-первых, замечаний стало намного меньше, я повторюсь. Во-вторых, мы рассчитываем, что характер этих замечаний позволяет рассчитывать на то, что они будут учтены. И последнее, на чем бы я хотел бы завершить свой доклад, это на том, что нам, не дожидаясь процедур ратификации союзного договора, необходимо уже вырабатывать дорожные карты по реализации тех положений, которые являются и очевидными для власти, и для бизнеса. И поскольку процедура ратификации займет какое-то время, но с 1 января 2015 года многие механизмы должны заработать. Поэтому я хотел бы обратиться и к парламентам стран, членам будущего Евразийского экономического союза, с нами тоже вступать во взаимодействие по разработке этих дорожных карт. Спасибо. Спасибо большое. Не уходите, поработайте немножко в президиуме, присаживайтесь. Спасибо за выступление и за такие очень толковые замечания и предложения к проекту договора. Коллеги, мы постепенно приближаемся уже к завершению пленарного заседания. У нас осталось 5 минут работы и 2 совсем коротких, но очень ярких выступления. Михаил Васильевич Фёдоров, ректор Уральского государственного экономического университета. Вот так всегда образование. Здравствуйте, здравствуйте. Нет, короткое, но без потери качества, поэтому... Коллеги, чувствуете, значит, академический подход? Раздаточный материал только у меня. Вот не знаю, может быть... Спасибо. Может быть, Игорь Анатольевич подготовился также. Но, Сергей Евгеньевич, я бы еще маленькую рекламу с вашего позволения. Коллеги, я веду рекламу «Круглый стол», гуманитарное евразийское сотрудничество. Привез с собой два великолепных молодежных фильма. Поэтому из этого зала сразу все к нам на «Круглый стол». Коллеги, я с вашего позволения действительно дали всего две минуты, это не так много. Я бы хотел обозначить три предложения без привязки к проблемам. Вы понимаете, что я буду говорить о молодежной тематике. Она является сегодня актуальной. Ну так, если одну небольшую цифру не могу не привести. Сегодня на земле из 7 миллиардов населения, 3 миллиарда – это молодые люди до 25 лет. И тех, кого мы видим, выступающих с протестами, как вы понимаете, это молодые люди. И в этой связи, конечно, очень важно выстроить определенную молодежную политику. И вот в этой связи я бы хотел отметить два, три, на мой взгляд, важных аспекта, которые являются сегодня актуальными. Ну, во-первых, пять лет уже сформирован и реализуется Евразийский экономический форум молодежи. Его центральной площадкой является город Екатеринбург. Я, как один из организаторов, я очень признателен Сергею Евгеньевичу вам, Константину Иосифовичу Косачеву, нас активно поддерживающих, конечно, Назарбаеву, потому что мы формируем из Екатеринбурга поезд, пять вагонов, отбираем лучших со всей Евразии и мира молодежь и везем на Астанинский экономический форум, где обязательно встреча с лауреатами Нобелевской премии. Ну и один миллион рублей у нас, значит, каждый год получает какой-то из уникальных молодых людей. Миллион в прошлом году ушел в Армению. Марьям Восканян. Вот армяне довольны, да, я так чувствую. Коллеги, я хотел бы сказать о том, что площадка, девятый год, всего 50 человек, 9 стран. Сегодня мы насчитываем более 60 стран-участниц. Конкурсная документация постоянно нарастает, ее не надо создавать. Я бы хотел просто, чтобы мы на территории каждого государства создали площадку, называется Евразийский экономический форум молодежи. Правда, он по названию экономический, хотя там есть Конгресс молодых политиков и мы работаем с Госдумой активно. Почему? Потому что молодых дипломатов отбираем и везем в несколько человек, да, десятков, несколько человек, десятков везем в Госдуму, где у нас ребята встречаются с представителями Думы и, конечно, растут. Есть площадка молодых журналистов, евразийская, много других площадок и они чрезвычайно интересны молодежи. Молодежи интересно, чтобы их отобрали. И, наверное, поэтому вот буквально форум мы открываем через четыре дня и надо сказать о том, что сегодня представители, ну, достаточно сказать, что пять чрезвычайных и полномочных послов являются нашими гостями. Мексика, Уругвай, Гватемала, я уже не говорю о наших, так сказать, территориях. То есть сегодня он интересен очень большому пространству. Это великолепный диалог не только молодежи, но и диалог молодежи со старшим поколением. Почему? Потому что эксперты уникальные на этой площадке. Это первое. Второе. Конечно, уникальная площадка. В 2012 году Россия стала территорией развития WorldSkills, чемпионата мира профессионального мастерства. И у нас есть предложение. Мы сегодня на территориях России каждый год проводим. У меня только две недели назад. Я руководитель регионального тура мирового чемпионата WorldSkills Урал. Но должен сказать, что интерес чрезвычайный. Мы получаем объединение молодых людей с бизнесом. И здесь, конечно, если бы мы поддержали с вами проведение, кстати говоря, на мой взгляд, серьезное предложение, проведение ежегодного чемпионата WorldSkills Евразия со странами, которые представлены здесь. Я думаю, что через это мы получим и объединение, и бизнеса, и нашей молодежной великолепной аудитории. И последнее. 22 числа Николай Николаевич Бордюжа приедет в Екатеринбург. Соберутся более 30 ректоров для того, чтобы подписать договор о создании университетской лиги стран ОДКБ. Уникальное явление. Вы понимаете, что сегодня мы так отстроили систему работы. Каждый из университетов будет формировать какой-то институт безопасности. Информационный, продовольственный, военный, Академия Генштаба и другие. Но через это мы выстраиваем действительно и экспертную площадку, чтобы понять, что происходит на нашем евразийском пространстве. И, конечно, такая интеллектуальная площадка, на которой можно сформировать какие-либо стратегии. Кстати говоря, кадровая безопасность. Да, заканчиваю. Кадровая безопасность. Сегодня у одних в одном государстве 12 лет, у другого в другом 11 лет обучения. Я должен сказать, что это сегодня уже создает серьезные препятствия для нашего диалога и совместного развития. Успехов вам, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вы, очевидно, полагали, что мы скупы на благодарности и начали с того, что сами себя похвалили. Так вот, мы не скупы. Спасибо вам большое за такие хорошие инициативы и за работу, которую вы проводите. Ну и, наконец, я предоставляю слово гостеприимному хозяину площадки, на которой проходит наш форум, ректору Санкт-Петербургского экономического университета Игорю Анатольевичу Максимцеву. Пожалуйста, Игорь Анатольевич. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые руководители парламентов, дорогие коллеги, друзья. Мы сегодня второй раз собираемся. В течение года проделана очень большая работа. В университете создан научно-исследовательский центр, который много приложил, чтобы аккумулировать и проанализировать те процессы, которые проходят на пространстве наших стран. Большое направление выделено в рамках Евразийской ассоциации университетов, которую возглавляет академик Виктор Антонович Садовничий. Проводились круглые столы в Казахстане, в Беларуси. Все мы понимаем, что нам тоже необходимо унифицировать и гармонизировать образовательные стандарты, потому что мы работаем на будущее. Мы работаем на перспективу евразийской экономической интеграции. А перспектива – это молодежь. Я уверен, что сегодня на круглых столах мы подробно обсудим направления и предложим руководителям парламентов те новые шаги и подходы, и замечания, которые будут востребованы в дальнейшей работе. Спасибо огромнейшее. После небольшого перерыва мы продолжим работу на круглых столах. Спасибо, Игорь Николаевич, ещё раз за гостеприимство. Ну и мне до перерыва остаётся только поблагодарить всех, кто выступал, и моих коллег, всех моих уважаемых коллег, и поблагодарить вас, всех, кто внимательно слушал и кто принимает активное участие в работе нашего форума «Евразийская экономическая перспектива». Спасибо большое, объявляю перерыв.